Сегодня мы шьем сумки из ткани в обычную продольную полоску. Меняя ее направление, изменяя ее структуру, можно получить самые разные текстильные варианты. У нас две сумки из одной и той же ткани, но они совершенно разные. Разные и по настроению, и визуально. За текстильные эксперименты сегодня отвечает Татьяна Лазарева. Здравствуйте, дорогие зрители! В конце 19 века Иван Панаев в журнале «Современник» в рубрике «Искусство. Одеваться к лицу» писал «Нет ничего опаснее для женского туалета, чем буквальное следование модам». Я думаю, что он абсолютно прав. И еще, к моде нельзя относиться слишком серьезно. Особенно, когда вам все время твердят «снимите это немедленно» и выносят модный приговор. Мне кажется, что излишняя серьезность иногда вредит творчеству, испугивает вдохновение. Сегодня я предлагаю поработать с очень простой тканью в продольную полоску. Она проста, но иногда на простом рисунке очень интересно можно поиграть. Если взять, допустим, вот эту ткань и сложить ее по диагонали под углом 45 градусов, то есть вероятность, что мы получим очень интересный рисунок в косую полоску. Мы складываем не один, а два квадрата, потому что нужно будет, чтобы встретились два встречных направления. Справа налево и слева направо. Поэтому мы два квадрата перегибаем по диагонали вот такой косыночкой, намечаем сгиб. И от сгиба на нужную нам ширину я выбрала ширину 5 см. Это ширина моей линейки. Очень удобно. С учетом припусков на швы мы нарезаем продольные полоски. Продольные полоски вдоль сгиба. Но поскольку у нас квадратов два, то один будет справа налево, другой слева направо. Итак, мы режем полосочки, потом соединяем их обычной машинной строчкой. Ну вот, обратите внимание, мы взяли справа налево, слева направо две косые полоски и соединили их обычным машинным швом. Шов можно разутюжить, можно заутюжить. Тогда нижний нужно будет подрезать немножко больше, чтобы верхний его перекрывал. Если ткани достаточно плотные, чтобы не было лишнего объема, то шов лучше разутюжить. Эта полоска может соединяться точно с такой же в единое полотно. А можно придумать разные комбинации. Можно выбрать ткань однотонную и нарезать из нее полоски или равного, или большего размера и комбинировать. Можно выбрать ткань с рисунком, каким-нибудь растительным орнаментом. У вас огромное поле для эксперимента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кстати, я хочу обратить ваше внимание на коллекцию узорных тканей из собраний из собраний из собраний Московского исторического музея. Рисунок выполнен в технике ручная набойка. По льняному полотну с синей масляной краской нанесен узор, который называется дорожка. А вот эта ткань 19 века напоминает собранный только что нами рисунок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша елочка раньше называют рисунком дороги, а это наборные доски 17 века с помощью которых этот рисунок и наносился. И мы видим гибкие стебли, крупные бутоны и виноградные гроздья. А вот эта ткань полихромная. Мы видим уже многоцветия. Эта ткань 18 века. Рисунок набит тоже с помощью деревянных досок манер. Текстильная летопись. Ну вот, мы набрали полотно. Мне кажется, оно получилось очень интересным. Мы скомбинировали однотонную ткань, более светлую, с нашими елочками. И набранное полотно лучше всего поддержать стежкой. Для этого вам понадобится подкладочная ткань и пушистый синтепон. Вы соединяете в сэндвич три слоя ткани, подкладку, синтепон, набранный вами лоскутный вверх, и стягаете. Стежка может осуществляться либо в канавку непосредственно шва, то есть между элементами. Или, ориентируясь на лапку швейной машины, вы можете произвести стежку справа и слева от шва. Вы можете выбрать разные комбинации. Можете, например, подчеркнуть именно вот этот элемент, и тогда вы прокладываете машинные строчки на границе между однотонной полоской и тканью в косую полоску. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стеганное полотно вы можете использовать так, как вам будет удобно. Это может быть и жилет, и теплая телогрейка, и какой-то интересный интерьерный вариант, ну, например, какой-нибудь плед или покрывало. Мы выбрали вариант с удобной, стильной и практичной сумкой. Она создаст особое настроение и подчеркнет рисунок в продольную полоску, если он будет использоваться в костюме. Разные варианты одной и той же ткани – это очень стильно. Обратите внимание, все три элемента – это одна и та же ткань. Эта ткань – наша экспериментальная площадка, можно сказать. Мы уже сделали сумку и простегали ее. А эта сумочка, которую мы сейчас будем пробовать – это новый прием. Но обратите внимание, как по-разному звучит одна и та же ткань в продольную полоску. Итак, первый этап работы. Мы берем нашу ткань и выкладываем ее на обычный искусственный мех. У меня есть кусочек меха от старой шубки. Мы их объединяем. Обязательно нужно будет прометать точно так же, как мы прометываем ткани для стежки. То есть верхняя ткань должна быть чуть больше, где-то на 2-3 см, чем нижняя. Потому что во время стежки она будет очень сильно меняться за счет объема и за счет ворса. Мы накладываем ее на искусственный мех, а потом нужно будет осуществить сметку. Мы прокладываем крупные контрастные нитки стежки в таком направлении. Сначала от центра вниз, потом вверх, потом вправо и потом влево. Потом точно так же от центра нужно будет прометать и диагональные направления. Все диагонали мы тщательно тоже прорабатываем обычными крупными стежками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, иногда, выбирая глубину, насыщенность и цвет фона, стоит обратить внимание и на живописные работы. Но, например, творчество такого художника, как Хундер Вассер, очень текстильное. У него очень много подходящих для нас идей. Обратите внимание на этот квадрат. Вы можете совершенно спокойно работать либо по периметру квадрата, выбрав искусственный мех самого разного цвета. А можете траекторию изменить, как, например, в этой работе. Она может быть прямолинейной, а может быть по форме эллипса, круга или овала. Чтобы иметь одну хорошую идею, нужно иметь много идей, иногда самых неожиданных. Удача сопутствует отважным. Следующим этапом будет соединение машинной строчкой трех тканей, потому что нужно будет учесть еще подкладочный слой. Три ткани мы подкладываем под машинку и начинаем стегать. Но лучше предварительно сделать разметку. Я взяла вот такой картонный шаблон. Это квадрат 5х5. Положила его в центре. Диагонально обвела мелом. А потом строго по периметру квадрата на расстоянии полтора сантиметра я проложила машинные строчки, которые повторят этот квадрат многократно, но увеличивая свой размер к периметру. Таким образом у вас получится вот такая стеганая деталь. Вот он наш квадрат. И два направления под углом 45 градусов справа налево и слева направо. Все линии, которые проходят под углом 45 градусов к долевой нити, будут давать очень интересную и красивую бахрому, если мы эти ткани режем. Значит, следующая операция – это разрезать ткань в полоску между строчками. Нужно будет делать это очень аккуратно. Маленькими ножницами или специальным ножом роликовым для разрезания тканей. У нас маленькие ножницы. И не травмируя ворсинки, мы разрезаем все-все ткани между строчками. Потом нужно будет взять щетку и очень аккуратно расчесать ворс. У вас получится очень интересная и ворсистая поверхность. Обратите внимание, это ткань после начесывания. У вас края ткани достаточно красиво и интересно, волнообразно слились с поверхностью меха. Фактура получилась очень необычная, неожиданная и достаточно красивая. А серединочку вы можете обыграть. Это могут быть шнуры, ленты, может быть какая-то старая брошь. Я выложила рисуночек, просто использую обычный цветной бисер. Экспериментируйте вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Во-первых, можно всегда поиграть с фоном. Вы можете выбрать контрастный и интересный по цвету мех. Он может быть длинноворстным или коротковорстным. Может быть, это будет комбинация не цельного кусочка меха, а разнооттеночные и красочные разные по цвету кусочки меха. Экспериментируйте. Вы можете выбрать и ткань, достаточно контрастную и с ярко выраженными полосками или размытыми. Мне кажется, здесь может быть очень много ваших личных и интересных текстильных вариантов. Кстати, смелые обращения с самыми разными материалами – это очень современная и актуальная тенденция. Когда-то Пакарабан выпустил в неожиданную коллекцию 12 экспериментальных и абсолютно негодных к ношению платьев. Они были сделаны из пластиков, из нитей, напоминающих сплавы, из колец, и платье напоминало кольчугу. Но самое интересное, что коллекция 1966 года не потеряла сегодня своей актуальностью, потому что такие вещи вне времени, и они преодолевают любые пространства. Мастер-класс завершен. Габриэль Шанель утверждала, что модно то, что сегодня ношу я. Мне кажется, это очень правильно. Следовать моде, идти в ногу со своим временем – это замечательно. Но важно не стать рабыней моды. Все в наших руках. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами была Татьяна Лазарева. Субтитры создавал DimaTorzok